Война. Война никогда не меняется. И вампиры наши тоже. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Хотя, смотря на Влада, кажется, что его жизнь потрепала ещё ого-го как. Ну, столько помирать-то, да? Если бы не его колечко, которое он, хитромудрый, смог ужать, отжать, выжать из самого Нагаша, обмануть его, обмануть саму смерть и заполучить его полностью под свой контроль. Всё это у него очень хорошо получилось. Всё это он очень мудро замутил. Так, строить мы ничего не будем. Влад, мы пока что живём в минусах с тобой немножко. Хотя давайте распустим. Зачем нам жить сейчас в минусах? Вот, допустим, скелет сотку стоит к чертям его. Замбак 58, к чертям тебя. Зачем нам жить совсем в минусах? Вот, зачем совсем прям так себя мучить? Лютые волки, блин, 144, офигеть. Давай, скелетон, скоро мы вас будем вообще не считать. Просто мясо в бой бросать и всё. Получилось немножко даже в рифму. Здесь мы понесли ещё неплохо потерь. Можно было больше. Можно было прям даже героев не бросать во время штурма, да? Надо было прям просто сливать скелетов и всё ждать, пока скелеты сливаются. Спокойненько сидеть. Давать им сливаться, сливаться и никуда не деваться. Вот это было бы замечательно. Так, а куда ты хочешь идти? Так, а куда ты хочешь идти? Эти людишки в твоём распоряжении. Может быть, он решил помочь нам мятежников разбить? Тоже вполне возможно. Темпельгов может ещё и выжить. Кстати. Не, вряд ли. Переходят в режим марша, значит, там они никого сейчас не потянут. Вальденгов, даже если они заберут, то здесь у Манфреда есть стэк и всё получится прям very, very good. Прям великолепненько получится. Действия вражеских героев. Чё-то я здесь не вижу. А, вот он, он спрятался. Спрятался. Манфред, с кем ты ещё воюешь? Ни с кем. Он реально, если хочет туда идти, то, скорее всего, на моих мятежников. Типа, по-братски помочь. Конфедерацию, конечно же, не хочет. Он по уровню силы пятый. Мы 61-ый. Мы отстаём в этом плане от него. Но ещё немножко, и мы будем отжигать на порог. Какое танго мы устроим? Танго смерти. Это будет танец, действительно достойный наших великих вампиров. Огромные армии, огромные толпы. Куча, пусть и бесполезных, но всё-таки скелетонов, которые давят массой. Исключительно массой и только массой. Позорная клеточка. Так, Шварцхафен. Может, снести тебе уже вот эти постройки? Хотя, почему бы и нет? Они могут и пригодиться здесь. Шварцхафене. На самом-то деле... Поле пробуждения только. Но это не уникальное. Это не уникальная тема. Здесь есть ещё сено. Сено тоже полезно для этого региона. Кстати говоря. И приносимый доход же будет, да? Проклятые поля. Сену я привык. И сено тут действительно легендарно. Окей, давайте лес бездны сейчас разрушим. Репрессии, висельницы не так полезны. Действительно, на данный момент. Но варгейсты потом. Потом. Сносим, значит, сейчас на найм. На следующем ходу строим для роста этой провинции. Чтобы мы максимально могли развить наше поселение. И всё. Так, Владик. А ну-ка, подойди вот сюда. Давайте сейчас дипломатию откроем ещё раз. Поговорим с людьми. У нас должны были хоть как-то улучшиться отношения. С вами, понятное дело, у нас уже в хлам испорченные отношения. Но вы ещё так же воюете с несчастным Штирландом. Поэтому есть шанс с тобой даже замириться, друг. Но придётся опять пилить по твоим территориям. Либо обойти Владу. Давайте, наверное, Владом обойдём. Всё равно сидеть, время есть. Почему бы не позволить себе такую роскошь? И вы ещё смеете приближаться ко мне, коварная тварь? Да, конечно же можем. Я с тобой вообще, Влад... В лице Влада хочу помириться. Это, конечно же, у нас Франца, а не Влад. А Влад у нас всё-таки не Лютер Харкан, да? Чтобы разговаривать с самим собой. От третьего лица, от первого, от четвёртого, от десятого. Ну и там... Так далее. По порядковому номеру. Мы же всё-таки не физруки, чтоб... Когда четверо детей... У него есть первый, второй, первый, второй, и всё, да? Нет, у нас всё нормально. Лютер там их практически по счёту знал каждого. И был этим каждым. И есть на данный момент, в целом-то, Лютер здесь тоже присутствует. Конфедератить их нельзя. Очень часто этот момент, да, встречался... Подожди. А когда только вышли пираты, мол, они тоже же как бы нежити, и могут ли игра в своих тут конфид... Блин, ребятки, не-не-не-не-не-не. Штирланд, не надо такую тему сейчас сделать, это некрасиво будет. Либо мне придётся караулить. Ну что, тоже не совсем удобно. Ладно, разберёмся сейчас. Провинцию... Могут захватить. Ну, пёс с тобой. Пёс с тобой, у нас золотая рыбка. Сейчас мы никуда не денемся. Так, здесь гномы. Значит, пока что в Шварцхаффен заходим. Строим здесь поля проклятые. На это денежки у нас хватает. Здесь мы тоже можем сейчас что-нибудь... Пришли ревущие стада бистмэн! Так, Забелла, если что, на тебе защита. Учти. Эти бистмэнны будут нести потери. И ты должна предусмотреть всё. Так, здесь зомбаки есть, а тут кто? Ну, тут нормально. Если что, тут более-менее хоть какой-то отряд мы соберём. Давай, пока сиди здесь. Пока что сиди здесь. Мы нормально устроимся. Жизнь получится... Такой, что... Мы не дадим жизни бистмэнам. Так, строительство, да. Вернёмся к строительству, точно. Думаю, что я в этом хотел ещё поселение сделать. По строительству, рост. Ещё увеличить. 750, погребальная яма. Численность некромантов. Возможность найма дальше появится. Местный резерв найма. Давайте. Временно потерпим. Временно пусть будет. Ну, и давайте начнём стены уже возводить. Не на деньги, не на доход, а исключительно сейчас будем возводить стены. Так. Всё, живём. Живём и существуем. Может, Франсик, давай общаться. Давай дружить. Ты вон ходишь по моим землям. Я тебе прощаю это. А с вами у нас почему-то теперь ухудшаются отношения. Как так? Я делаю всё, чтобы мы дружили. Люди. Вампиры вам делают встречное, можно сказать, предложение. Такое вот движение навстречу вам. Дабы жить в мире и согласии. Мы пойдём убивать других людей. На юге. А вы нам нужны. Там же хаос. Давайте сражаться вместе против хаоса. Такая практика в мире Вархаммера практиковалась. Такая практика практиковалась. Можно было бы сказать, конечно, без тавтологии. Но главное, что смысл передал. Ведь это реально в буре хаоса, насколько я помню. Там в целом вампиры, нежить с империей на время объединились, чтобы разбить хаос. Отвести угрозу. Так, гномов не затянул Штирланд. Штирланд не затащил гномов. Это сейчас. Чертовски хорошо. Это чертовски кстати. Другой момент, что... Лучше бы они разрушили это поселение. Прям разрушенному поселению я был очень рад. А, Манфрид, смотрите, Манфрид недавно родился, можно сказать. Недавно появился, уже спокойно нанимает максимальный тир. Но у него мавзолей здесь, золото. В принципе, чувствую хорошо. У него одна провинция 2000 только приносит. В то время как у нас она 340. Все. И ты всем, чем мы богатым. Так, гарнизон не отобьется. Че здесь отбиваться? Ну, летуны. Да, мыши. Мерзкие, гадкие мыши. И это самое страшное, что здесь есть. Это мыши. Это самое страшное, что здесь есть. Мышаки. Но у меня стрелков-то уже не так много. Это уже не так страшно. Это уже, я бы сказал, вообще не критично. Так, маятник. Маятник у нас теперь будет на всю катушку прокачан. Блин, и опять обходить. Потерить, либо здесь нести чуть-чуть. Угу, 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 угу. Ладно, давай. Иди сюда. Наша королева тогда пойдет на ускоренном чуть-чуть. На свои земли зайдет. Ну и поможет снять сейчас осаду. Заработаем легкие деньги. Получим эти. Очень-очень легкие деньги. Давай лучше тысячу. Лучше сейчас тысячу возьмем. И ее завернем. Карак Хирн. Он будет дальше. Там уже однозначно будут стены. Тут он не возвел их. Это очень хорошо. Раз мы начинаем войну за данными гномами. А мы ее все-таки сейчас начнем. И здесь еще, кстати, если что, у нас будет резерв. В карак Друмаре. И... Скорее всего он сейчас увеличится. Потому что... Ну что-то я сомневаюсь. В Манфреде. Он легендарный лорд. У него армия хорошая. Но... Проиграет. Скорее всего проиграет. Гномам... Слишком в них верят. Даже эти горняки никчемные на автобое. Хотя нет. Он уничтожил. Молодец. Взаимодействие на войне. Цели утрачены. Отлично. Поделили вообще по-братски. Прям вот мне нравится, как мы поделили Сильванию. Лучше было бы только если... Пусть даже вот эти два города остались бы под Манфредом. Он бы ушел вот сюда, полностью захватил бы Жувбар. А потеряв Драхенгов, я его просто, ну... Случайно вот так вот бы освободил. И вернул под власть Влада. Это было бы еще идеальнее. Но это было бы маловероятно. Поскольку... Теперь же для крутых городов не нужно строить стены. Они и так с мега крутым гарнизоном. Столицы защищены. От раннего допадения. От раннего проигрыша. Доспехи, в которых были похоронены убитые солдаты. Могут стать приятным подарком Некроманту. Отлично. Мы скелетов вступить в войну. Провалили. Град. Камней Варпаж. Но у нас все равно в плюсе же мы здесь. Да, еще и в неплохом плюсе. И изучаем теперь бесплатное содержание. Вот то, что должно нас обогатить, по сути. То, что должно сделать нас наконец-таки... Бессмертными. Так, он здесь ничего не держит. Никого. То есть Влад, если сейчас нападет, то он может сменить режим. Это не тронет. Да. Британия, где... Ну вот смена вот этого режима передвижения. Сразу же отнимал очки и обратно никак. Здесь такое мы еще можем себе позволить. А ну-ка напади. Конечно, в тебя верят. Посмотрите. Это не Манфрид. Помню, Манфрид на автобое там по тысяче, да, убивал. Когда мы проходили, было такое дело. Берем деньги. Скорость исполнения ничего страшного. Это не Манфрид. Но, тем не менее, вполне приятно. Хотя, че, зачем мне в городе сидеть? Подруги восстанавливаются быстро. Дальность передвижения я забыли. Мы сейчас вкачаем. Ну, а Влад нападет и уничтожит этих гномов. Они должны быть слабы. Подожди-ка, подожди. Давайте сейчас объявлять войну. Ну, чуть похитрее, как говорится. Мы сейчас пообщаемся со Штирландом. Мы не будем убивать вот этих. Вот здесь живут местные хоббицы мира Вархаммера в этом вече. Кому я еще не показывал, кто еще не в курсе. Мы их не будем убивать. И в целом договоримся со Штирландом. Хотя, по карте, если так смотреть, которые встречаются, этот местный шир Вархаммерского разлива, он должен быть, ну, чуть ближе. Он вот соседствовать с гномами, насколько я помню, должен. То есть, Сильвания вот даже вот так вот. А это маленькая, во всех смыслах, провинция. Как отдельная провинция считается. Должны быть там. Так, давай, договор о ненападении. Я вступаю в войну с вот этими наглыми гномами. Торговое соглашение при этом они не подпишут. Все равно. Но, значит, можно хотя бы чуть денег у тебя выпросить. У бедняков, у штиландских бедняков мы выпросим денежку. Отвергают. Ну, давай. Три сотни. И договор о ненападении. О. Мне кажется, Манфрид втянет нас в войну в любом случае. То, что мы сейчас пытаемся с людьми договориться, рано или поздно закончится. Ну, почему бы не попробовать? Ух ты, ешкин кошкин. В гномов посмотрите, как верят. Учитывая, что против Влада их стрелки ничего не смогут сделать. Угу. Влад-то. Передовой развертывание. В лучших традициях. Раз-раз и в дамках. Можно даже сейчас красоток подтянуть на ускорение. Вот, давайте красоток подтянем на ускорение, чтобы они тоже прокачались. Чтобы они тоже прокачались. И даже никого не будем нанимать зачем. Погнали. Погнали. Лично сразимся. Сейчас разобьем этих наглых, никчемных гномов. Покажем их место. Их нору. Вызли сортира. И все. Ну, а бороду будем использовать в качестве туалетной бумаги. Жестковато. Ну, что сделаешь. Не костями же. Как это Владу иногда приходится. Играем. Замечательно. Наш игривый бог с нами. Чуть отступим давайте. Вся шушера идет вперед. Летуны заходят. С одного фланга. Давайте даже сейчас на циферку их поставим. Кавалерия с другого фланга. Элитная, мега крутая кавалерия. Это просто разрыв мозга. Давайте чуть поближе. Вот прям максимально близко. Вот таким вот образом. Красотища. Погнали. Погнали. И искусственный интеллект еще в лучших своих традициях. Он же любит начать перестановки сразу же после того, как начнется бой. Это же то, что нужно. Это ведь и требуется. Когда начинается битва, делать именно перестановочки. Псы. Давай, 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 давай. Давим. Мыши сюда. Мыши сюда. Все нормально. Сейчас через шифтецкий мы немножко вас направим на путь истинный. И будем смотреть. Вот поединок гнома и Влада. Какие шансы у гнома? Бросается. Бедолага, не понимая на кого. Мне так нравится, как здесь скелеты двигаются. Как они это все синхронно делают. Как это вообще круто смотрится. Не совсем, конечно, но круто, забавно. Круто, как говорится, в кавычках. Хотя, с другой стороны, это даже наверное показывает насколько они идеально слушаются хозяина. Даже маршируют. Не то, что нога в ногу. А исключительно синхронно. Порадуй себя. Оп. Вообще, без атаки его оставили. Смотрите, один. Но у него меньше сорока, насколько я помню. Поэтому там на всю мы не повлияли. Минус сорок четыре. Сейчас давайте посмотрим. Мы даже не будем отключать интерфейс. Посмотрим, сколько же у тебя было. Хотя ты быстрее побежишь, трусливый гном. Никчемный трусливый гном. гном. Недостойный. Даже не дождался прекрасных дам. Но дам же положено ждать, гном. Ты не джентльмен. Ты не истинный джентльмен. Да, мы опаздываем. К этому нужно привыкать, с этим нужно смириться. Это ж не ваши бородатые мужики с кружкой пива, да? Это ж вам гномам все равно. Так, хотя нет, сорок пять у него было. Все правильно. Один у него оставался как бы по феншу. Тут претензий нет. У него было изначально сорок пять. Окей. Грубиян местный. Пенчуга из местного трактира. Влад же за здоровый образ жизни. Он же за зож. Он не любит этих пенчук. Да, у него отвалился нос, но он когда-то был черным. Поэтому ну что сделаешь? Случается такое иногда. Тому, кто это сделал, было хуже. Просто оккупируем. Нет, сейчас просто оккупируем. Да, Изабелла. Изабелла. 2000 есть, форт оберштир прокачать здесь, либо границу. Давайте границу усилять. Давайте усилять все-таки границу. и потом пойдем во все чашки. Тяжкие, тяжкие, притяжкие. Аура превосходства. При атаке, атака в ближнем бою, зомби, скелетов, упырей. В целом можно, но на поздних этапах игры, да, это может аукнуться не особо хорошо. Хотя здесь качать-то сильно и некого если так смотреть. Это в любом случае, если качать ветку тактики, то можно арта нежити. Вот то, что нам нужно будет. Давай ковен не смерть еще возьмем. Все армии фракции будут быстрее прокачиваться плюс местные войска. Нет, нет, опыт решает. Тем более как когда у нас счет идет на секунды. Даже в Риме в первом какие-нибудь там жалкие крестьяне при полной прокачке вполне были боеспособными. Не идеальные, не супер убер там солдаты, если они под твоим руководством. Потому что если играть на там очень высокой сложности старом доме Рим старом добром Риме старом заговорился то конечно там они намного сильнее становились об этом мы вспоминали сейчас уровень сложности влияет в целом на дисциплину. То есть например за гномов если на стриме помните когда мы например проиграли карахирн там на волосхе на соплях хотя там вряд ли бы не да там бы побежали там бы вампиры начали разваливаться раньше сто процентов и мы бы выиграли даже мне кажется на высоком уровне сложности они там вообще же по децелу были их осталось на донышке буквально и ничего сделать опа кто в орбитах блин я даже кажется знаю кто в осаждает бедный штирланд так вот мы бы тогда выиграли они бы побежали раньше договор они требуют а мы покажем вам кто здесь хозяин признайте своего хозяина то есть уровень сложности как бы не делает солдат круче сильнее прям на голову на голову на две на три делает их более стойкими в первую очередь так задание получено захватите оккупируйте следующее поселение бекхафен далеко блин нафиг это нужно я только туда не хотел идти прям вообще не хотел кровопийца изнывает от жажды за долгие века сна его клинок затупился а золото рукояти потускнело мечу нужна кровь только отведав ее он сможет вернуть свой прежний блеск влад вернулся увидев в каком состоянии прибывает его верный меч он немедленно отправился в поход чтобы напоить его кровью сынов зигмара он уже выбрал цель как и раньше остер марк выглядит аппетитным словно молочный поросенок на вертеле пора приступить к трапезе можно будет исходить в целом потому что я так вспоминаю когда играли в первом вархаммере там это не так скоро произошло кстати а может вы захватите а мелкие давайте мы разграбим просто поселение и все мы сейчас просто его разграбим получим бабки и уйдем замечательно разоряем на эти четыре тысячи мы сможем погулять неплохо на эти четыре тысячи мы погуляем давай дым и зеркалатель так сваливай сваливай на свою землю ну и ты тоже все и теперь начинаем гулять деньги у нас есть прокачиваем столицу прокачиваем блин но не так много у меня осталось денег гулять то есть на что но этого надолго не хватит честный порядок ну с порядком здесь у нас все хорошо давайте все-таки наверное тогда просто ресурс прокачаем просто ресурс что еще здесь новая фракция барак вар которую не часто нам приходится видеть ну за пиратов мы ее еще заставали вражеское поселение разорено замечательно влад у тебя все что есть применилось только вот талисман почему-то не назначился странно странно а что ж ты так изабелла его завоевала значит говоришь красавчик манфрид отодвинул угрозу гномов да они в любой момент могут прыгнуть сюда но теперь мы знаем что хотя бы голубые далековато остался унгрим здесь один эти гномы ничего не смогут сделать мы их уже чуть пограбили зеленокожие должны сейчас занять поселение согласен что зеленокожие данные это ненадежный союзник и гномы его порвут но какое-то время может быть они его хотя бы отвлекут на какое-то небольшое хотя бы время избыток Сильвания сразу два избытка в одной провинции и в Сильвании дышать стало как-то даже посимпатичнее да бедный Штириланд гномы его разбили то есть он пытался уйти на юг расширить свои границы лучше бы сидел в городе был бы тогда шанс хоть какой-то хоть какой-то был бы шанс так ничего у них не осталось тогда начнем договариваться с победителем бекенхаффен скорее всего это вакх мы видели но также мы видели как здесь вакх не помог предыдущим пырявам так что что не будем не будем особо строить иллюзий насчет того что скоро местные гномы проиграют и мы можем праздновать победу 3 хода 3 хода осталось у нас тысяча всего лишь монеток местных духовных начинать нанимать либо лучше подождать даже наверное лучше подождать отправить одного агента посмотреть что там с гномами вообще творится может они настолько слабы что мы отправимся и туда разграбим и уничтожим это поселение по силе они вроде бы не сильно нам уступают но мы то слабы как никогда талабекланд ты значит не воюешь против штирланда а ты кстати рядышком виселанд неужто ты осаждаешь штирланд скорее всего тогда значит это ты тогда это был ты еще забавно что сейчас карл франц торгует с мидденхем с бориской они то борются по идее как бы поначалу компании вроде бы борис хотел быть тоже императором имел все шансы и начал строить всякие козни противиться этому пытаться нам помешать установить власть и все все и отношения то когда за империю играешь вообще действительно далеки от идеального скажем так развести на торговлю я вот проходил и в первой вахе когда только она вышла и относительно недавно я за империю проходил и я писал уже да неоднократно что в целом с тех пор как я проходил в смертных империях за империю ничего для нее кардинально не изменилось да были какие-то патчи в плане некоторых там статов да там то что кого-то чуть подрезали кого-то урезали кому-то что-то прибавили но на фоне того что тем же вампирам добавили новую механику там даже того же лохера добавили темным эльфам то есть это намного интереснее сейчас пока что для империи такого стимула нет вдобавок ко всему есть же шанс что все-таки империю апнут вместе с следующим дополнением и появится та самая механика так что сейчас за империю ну нерационально начинать проходить снова так у нас два хода для трупаков западная сельвания здесь две с половиной тысячи рост мне кажется там будет больше чем достаточный давай керамику производить начнем давай керамику агент сейчас проведет разведку нет стек конечно же у них сидит стек и вполне такой солидный по гарнизону они не сильно укрепились но у них есть стек это все что нужно сейчас нам знать о данных гномах жаль нет режима лагеря исключительно усиление магии какой-нибудь вот будем использовать все ждем ждем надеемся и верим нанимаем скелетов и идем уже тогда можно сейчас кстати прежде чем идти на юг еще одного агента вывести и отправить в пограничные эти самые земли да придется помучиться с гномами возможно так как у нас граница с ними снова станет единой да нуль захватил высылант вюртбот тоже не есть хорошо кирфюст местный несговорчивый очень несговорчивый мне кажется даже с Карл Францем будет проще договориться с Карл Францем если договоримся то дальше это все мелочи то есть он-то законфедератит рано или поздно всех остальных своих людишек жалких он законфедератит закон это я лесопилка заброшены и начинаем уже даже скелетов нанимать нанимай скелет нанимай скелет Изабелла в целом ты сможешь призвать в любой момент лучше мы сейчас отправим мага тени вот сюда к Акендорфу я смотрю пограничные княжества воюют против орков да наверное сомневаюсь что не против гномов даже не против орков не против гномов они наверное руины захватили то есть либо орки либо гномы сейчас здесь разрушили поселение и те просто успели раньше тай-тай-тай-тай они успели раньше блин так гном аппетитно смотрится всего лишь два поселения они это поселение закон федерателе чтобы выжить скорее всего ох как это все перспективненько смотрятся давай забыла выдвигайся уже к границе выдвигайся к границе гарнизон тут неплохой так что однозначно сейчас мы себе создадим там плацдарм ну и давайте что-нибудь все-таки предложим империи нет шансов нет я так и предполагал но с Висселандом у нас многого тоже не получится подписать не ругайся дядь дядь не ругайся все будет хорошо все будет шоколадно надо будет еще некромантов сейчас взять раз у нас уже скелеты бесплатные будем фулл стеками спамить то возьмем по акции этих самых прекрасных некромантов вкусим на всю катушку агентов нежити я тогда помню вот лечей этих не использовал банши у меня были но реально как убийцы по большому счету отправлял их подсылал и все негромантов тоже не часто использовал вот вампирессы если меня память не подводит это единственный такой вот агент который я активно использовал активненько они у меня включались в армию подключались и уничтожали все посмотрим что смогут сделать эти шнырял и пырял и пока мы границы укрепим пока мы просто будем укреплять границу технология отличная у нас сразу доход 2000 вот это мне нравится содержание 2000 да мы платим кстати зомбаков то можно было проспустить они то нафиг не нужны правильно же платим им бабки они то похуже чем те же скелеты и отправляем влад тебя поближе начинай нанимать скелетов изабелла тоже берет кого может ты также у нас бесплатный значит оживляем оживляем денежки потратили но она того стоило рост не не будем здесь уже рост вкачивать у меня денег пока что не так много о меч кейна кто-то подобрал интересно это опять темные там прямо отжигают на ултуане вовсю или решили уже выше эльфы прибегнуть к такой тяжелой артиллерии так ну и наш познер ведет программу ведет разведку если уж быть совсем точным скелетов и копейщика сверхестественное стоимость найма для зомбаков доспехи запас сил содержание линеечку зомби можно было действительно вкачать чтобы сделать гарнизоны сильнее но это не намного лучше наши шансы так что сейчас мне кажется нет опырей не будем трогать все это не будем делать сейчас в этой ветке содержание упырей курганных духов да конечно же лучше сейчас качать именно сверх естественно скелеты и зомби все это потом это это даже не сильно нужно раз армия из скелетов то и качаем соответственно скелетов идем в вагендорф в эти земли потом познакомимся с вариацией нашей местной причем в двойном размере а именно с пиратской нежитью и с нашей душевной братской нежитью в лице цари цариц гробниц цариц царицы морей неужели ты за гномами так и будешь гоняться хельман горст вот ты дурная псина вряд ли обзаведешься собственной квартирой как генрих кеммлер вот это о кстати точно генрих кеммлер ему же нужно отправить разведчика и к нашему барону красному тоже нужно да здесь легендарных лордов целом хватает у нас уже один карштайн готов просто на нижнем старте чтобы добавиться и отжигать его кстати можно нанять и просто тупо со скелетами сливать если бы скелета еще и нанимались бы бесплатно чтобы создавать плацдарм да мы помните пришли в этот старый свет играя за нашу аронесу здесь просто по несколько вот этих рук торчало из каждого города где вот они вот они руки везде торчат 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 прям нанимая не хочу разорить или разрушить поселением гномов мы не успели к сожалению хотя с удовольствием бы это сделали предложит и нам это сделать чуть чуть попозже буквально совсем немного позже окендорф ты наша цель мы идем по твою душу возьмем даже зомбаков сейчас влад наверно даст своих скелетов и пойдет на штурм зомбаками давай разговаривать давай разговаривать ай-яй-яй как плохо как плохо воюется с аронесой а мы-то ее не знаем и так-то не пообщаемся даже на тему дай нам денег чтобы мы напали но мы в любом случае объявим эту самую войну будем штурмовать ахендорф вручную соответственно нас не сильно то поверят но сделаем это в следующей серии друзья мои на сегодня все мы прокачали бесплатное содержание этих бичей дальше посмотрим кого развивать наверное пойду все-таки в скверну немножечко хотя бы экономику развить там по чуть-чуть и постепенно будем подготавливаться к тому что как минимум одна армия станет полуэлитный либо или она сегодня все до следующего видео всем добра